Очередная встреча с Советом общественности прошла в Дагомысе. Сегодня этот курортный поселок вернулся к обычной жизни. Но 25 июня он, как известно, попал под удар стихии. Большая вода здесь затопила все улицы, а также подвалы, многоэтажек и десятков домовладений. Анатолий Пахомов в эти дни объезжает весь Большой Сочи, где под контролем должны быть все реки. Зачистка Дагомысской реки Ира в основном от строительного мусора продолжалась все выходные. И это чуть ли не основная мера, уверен глава курорта, который позволит избежать таких паводков в будущем. В истории Сочи такого количества осадков не выпадало. Но при этом мы все должны понимать, что если бы реки были углублены, и пропускная способность была бы лучше, меньше было бы ущерба. Меньше бы, вне всякого. И здесь, еще раз говорю, надеяться на то, что федералы будут чистить, и приходится. Поэтому своими силами. Болезнь, как известно, легче предотвратить, чем лечить. Так и здесь говорит Пахомов. Жителям необходимо кооперироваться и убирать накопленные годами бытовые отходы. Ведь причиной такого подтопления стал и человеческий фактор. Сочинцам не стоит игнорировать звуки сирены, отмечает глава города. Необходимо следовать указаниям спасателей. Что же касается возмещения ущерба, то в данном случае он может быть только в виде материальной помощи. Как известно, имущество Сочи страховать не принято. Но в скором времени в стране вступит в силу новый закон, который обяжет жителей прибегать к услугам страховщиков. Пока же в пострадавших от наводнения районах продолжают работать штабы и конфликтные комиссии. Как известно, каждый пострадавший по решению главы региона может получить от 10 до 100 тысяч рублей. Поддержку социально незащищенным семьям окажет и муниципалитет. Я, глава города, обратился ко всем предпринимателям, ко всем жителям, ко всем руководителям предприятий, ко всем работникам. А с тем, чтобы они оказали посильную помощь подтопленцам для ремонта их домовладений. Мы открыли счет в Красный Крест. Есть расчетный счет. И мы приняли решение о том, что администрация города, это полторы тысячи человек, перечислят однодневный свой заработок. Во время ликвидации последствий ЧАЭС из пострадавших районов было вывезено более 5000 кубометров мусора. Участие в этих, в прямом смысле слова, грязных работах принимали и сотрудники администрации. Более того, РЭО-18, которая практически самоустранилась от вообще восстановительных работ, я думаю, что получит по заслугам. Я думаю, что уголовное дело на этих руководителей будет возбуждено. И если бы был нормальный руководитель управляющей компании, то, наверное, жители бы встали и вместе с ним бы делали. К сожалению, этого не было. Надеюсь, что мы тоже из этого извлечем какие-то уроки. После обхода Дагомыса глава города ответил на все волнующие общественность вопросы. Предложили жителям и юридическую помощь. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.